Джон Пайпер «Страсти Христовы» Глава 24 Христу надлежало пострадать и умереть, чтобы мы могли смело входить в святое присутствие Бога. Имея дерзновение входить в освятилище посредством крови Иисуса Христа, Послание к евреям, глава 10, стих 19 Одним из величайших таинств времен Ветхого Завета было возведение палатки для поклонения, которую израильтяне называли Скинией. Смысл обряда был известен лишь отчасти. Когда народ Израиля вышел из Египта и пришел к Синайской горе, Господь дал Моисею детальные указания о том, как построить переносную палатку для поклонения, подробно описав все ее части и оснащение. Таинственная же часть повеления заключалась в следующем. Читаем. Книга Исход, глава 25, стих 40. Смотри, сделай их по тому образцу, какой показан тебе на горе. Когда спустя 1400 лет Христос пришел в этот мир, указанный обряд стал более понятен. Образец, данный для Ветхозаветной Скинии, был образом и тенью небес. Земная Скиния отражала небесную действительность. Поэтому в Новом Завете мы читаем следующее. Послание к евреям, глава 8, стих 5. Священники служат образу и тени небесного, как сказано было Моисею, когда он приступал к совершению Скинии. Смотри, сказано, сделай все по образу, показанному тебе на горе. Таким образом, все поклонения израильского народа во времена Ветхого Завета указывают на высшую реальность. Подобно тому, как в Скинии были святые комнаты, где священники постоянно приносили в жертву кровь животных и встречались с Богом, Христос вошел со своей кровью в небесное святилище, безгранично превосходящее земное, и принес единую жертву раз и навсегда. Читаем. Послание к евреям, глава 9, стихи 11 и 12. Но Христос, первосвященник будущих благ, придя с большую и совершеннейшую Скинию, нерукотворенную, то есть не такового устроения, и не с кровью козлов и тельцов, но со Своей кровью, однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление. Теперь для нас открыт путь, по которому мы вместе со Христом можем входить в святое присутствие Бога. Раньше только иудейским священникам было дозволено входить в его образ и тень, и только первосвященник мог раз в году войти в святое святых, куда сходила Божья слава. Об этом говорится в послании к евреям, глава 9, стих 7. Это место Божьей славы скрывалось за Зависой, и любому другому было строго запрещено за нее заходить. В Библии сказано, что когда Христос испустил последний вздох на кресте, Зависа в храме разодралась надвое, сверху донизу, и земля потряслась, и камни рассеялись. Евангелие от Матфея, глава 27, стих 51. Что это значило? Библия сама дает истолкование этих слов. Читаем послание к евреям, глава 10, стихи 19 и 20. Имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через Завису, то есть плоть Свою. Без Христа Божью святость нужно было прятать от нас, иначе Бог был бы в поругании, а мы погибли бы из-за своих грехов. Но теперь, благодаря Христу, мы можем приблизиться к Богу и насытить свои сердца всей полнотой восхитительной Божьей святости. Он не будет в поругании, и мы не погибнем в Его присутствии. Благодаря защищающему нас Христу, Бог будет прославлен, а мы будем вечно благоговеть перед Ним. Поэтому не бойтесь приходить к Богу, но приходите в Иисусе Христе.